Дамба в районе деревни Листопадовича – одно из четырёх главных гидротехнических сооружений на Солигорском водохранилище. Построили её в 70-е одновременно с самим водохранилищем, как его неотъемлемую часть. С того времени назначение водоёма изменилось. Сегодня он выполняет не резервную, а скорее рекреационную функцию. А вот дамба по-прежнему должна надёжно удерживать воду. Гидротехническое сооружение попало под пристальное внимание два года назад. Специалисты характеризовали состояние дамбы как предаварейное. Началось выклинивание воды, подверглась коррозии арматура, провисли пролётные плиты. Потребовалось некоторое время на разработку проекта реконструкции. И в марте этого года начался масштабный ремонт водной конструкции. Работы выполняет предприятие «Пинскводстрой», специалисты которого хорошо знакомы с гидротехническими сооружениями. Объём работ немалый – укрепить берега, подчистить реку Случ, провести работы на участке реки за водосбросом, устроить новое мостовое полотно. Приступили мы в марте к работам. Делали мы земплотину всю и дамбу Д1, вот ту всю дамбу, 900 метров. И земплотина 1750 метров. Значит, меняли плиты, монолитные участки делали, где были обмывы и размывы под плитами. Нагнетали цементный раствор, пустоты под плитами. И швы заделали битумной мастикой для деформационной швы. С 11 июня дорога была закрыта для проезда. В это время работы велись весь световой день – с 7 утра и до 9-10 вечера. Рабочие демонтировали старые пролётные плиты и установили новые толщиной в 30 сантиметров. Расширили до 8 метров проезжую часть. Буквально сегодня укладывают новый асфальт, и уже завтра проезд для машин планируют открыть. Однако на этом работы не закончатся. А впереди самый сложный этап – реконструкция Ризбермы. Так называется укреплённый участок русла реки за водосбросом. Там уже поработали водолазы. Как показало исследование дна, часть из 400 уложенных под водой бетонных плит нужно заменить, чтобы устранить фильтрацию и снизить уровень воды. Возле природно намытого островка глубина уже достигает 8 метров вместо допустимых 4. Есть необходимость и в укреплении откосов. На данный момент мы ставим шандоры, затворы, перекрывать будем водохранилище, чтобы нам можно было приступить к Ризберме. Там будем менять плиты, будем демонтировать затворы, реконструкцию их производить, менять уплотнение, огрунтовать, красить, приводить в надлежащий вид. По словам специалистов Пинского отстроя, для полного завершения работ по реконструкции гидротехнического сооружения потребуется ещё порядка двух месяцев.